До юбилейного дня рождения Крыевой столицы ровно месяц. Как Барнаул готовится к этой дате? Ориентация на местного производителя. В Крыевую столицу открыли центр школьной и офисной одежды. Работаем непосредственно с производителями тканей, что помогает снизить стоимость продукции и, конечно же, что это приемлемо для родителей становится. Что им стоит дом построить? В преддверии дня строителя проходят конкурсы мастерства. Я могу узнать стену своего товарища, который рядом со мной работает. Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Почти 150 домов в Барнауле сегодня остались без горячей воды. Также под отключение попали почти 20 социальных объектов. Правда, энергетики обещают возобновить водоснабжение к завтрашнему утру к 9 часам. За это время они планируют отремонтировать тепломагистраль на северо-западные. Повреждения были обнаружены в ходе испытаний теплосетей, которые проводили с 27 по 30 августа. Ровно через месяц Барнаул отметит 285-й день рождения. На день города уже спланирована праздничная программа. Ну а пока краевая столица готовится к этой знаменательной дате. Праздничные растяжки и баннеры на улицах начнут появляться примерно через неделю. Будет размещено 140 крупноформатных рекламных конструкций. Основная их идея – отразить вклад в развитие города барнаульцев разных поколений. В плане благоустройства тоже ведется работа предприятиями, управляющими компаниями, ТСЖ, Горзеленхозом. В каждом из районов оформят зеленые уголки. На Молодежной 59, Северо-Западной 36, на Солнечной Поляне. В Центральном районе уже установили более 10 новых кованых цветочных конструкций. Посажено и восстановлено свыше 20 клумб. Некоторые символика юбилея. Впервые в этом году в конкурсе «Самый благоустроенный район» выберут лучшую улицу города. Претендуют на это звание проспекты Красноармейский, Комсомольский, улицы Георгиева и Георгий Исаков. Комиссия у нас будет оценивать прежде всего вклад жителей и общественников по обустройству газона, по стрижке газона, по посадке, по цветочному оформлению, по посадке зеленых насаждений. Ну и, конечно, работа по наведению санитарного порядка, чтобы стояли урны в тех местах, где это необходимо. Без него на дорогах наступил бы хаос. Вот уже сто лет во всем мире за очередность и безопасность дорожного движения отвечают светофоры. В краевой столице установлено 136 автоматических регулировщиков, но этого мало. Сегодня, во Всемирный день светофора, Татьяна Гладкова выясняла, где в ближайшем будущем в Барнауле появятся новые электронные переключатели, как выбирают места для их установки и почему для сигналов выбраны именно эти три цвета. Красный стой, желтый будь готов, зеленый иди. Почему-то многие люди думают, что цвета для сигналов светофора выбирали психологи, но на самом деле это миф. Все дело в физике. Цвет – это волны. Человеческий глаз их воспринимает по-разному. Например, красный максимально хорошо. Его можно разглядеть за 10 километров. Поэтому его устанавливают на маяках или высотных сооружениях. На втором месте – желтый, видно за 5 километров, зеленый – за 3. Так что эти три цвета – самые безопасные для дороги. У остановки «Кордон» на Змейногорском тракте плохая репутация. Из-за поворота водителям не видно пешеходного перехода. Страшные аварии на этом отрезке – частое явление. В прошлую пятницу именно здесь «КамАЗ» наехал на пешехода. Женщина погибла. Возможно, аварийную ситуацию исправит установка светофора, которая, кстати, в планах. Планируется на следующий год устанавливать. Но это нужно будет делать в комплексе с уширением проезжей части до 4 полос. За 7 месяцев этого года на дорогах Барнаула произошло 130 аварий. Два человека погибло, 136 получили травмы. Остановка Ломоносова – чуть ли не городской лидер по количеству ДТП. Здесь и светофор не помеха для тех, кто хочет нарушать правила. Водители развивают высокую скорость. Пешеходы пытаются успеть на трамвай, плюс опасный выезд на основную дорогу. Там у нас находятся очаги аварийности, которые на сегодняшний день госавтоинспекции города Барнаула принимают со всеми меры для того, чтобы их ликвидировать. Сейчас в Барнауле работает 136 светофоров. Но этого мало. Желательно, говорят специалисты, установить еще 40 авторегулировщиков. В год получается ввести в строй до 5 светофоров. Больше не позволяет бюджет. Оборудовать перекресток стоит примерно 1 миллион рублей. Первое степенное значение – это имеют у нас места концентрации ДТП. Нам нужно сначала их будет устранить. Впоследствии будем ставить там, где уже условия ГОСТа соблюдаются. В этом году в краевой столице появятся 4 новых светофора. На пересечении улиц Петросухова-Малахова, Малахова-Советской армии и два пешеходных светофора на Загородной 129 и пересечении Юрина-Брянская. Главное, чтобы пешеходы и водители обращали на них внимание. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин, информационный канал «Город». Бурнаульские дружинники оказали первую медицинскую помощь отдыхающему на городском пляже. Общественники вместе с полицейскими регулярно проводят рейды у водоемов, обеспечивают соблюдение правопорядка в местах пляжного отдыха. Дружинники беседуют с отдыхающими на тему запрета распития спиртных напитков и курения на территории пляжа. В один из рейдов народным дружинникам пришлось применить на практике знания по оказанию первой медицинской помощи. Впоследствии посетительница была передана бригаде скорой. Городостроительный совет не дал одобрения на строительство павильона перед Барнаульским ЦУМом. Так заявил главный архитектор Барнаула Сергей Баженко в интервью информационному агентству Политсибру. Напомним, на днях на площади перед ЦУМом и гостиницей Центральная начали возводить небольшой торговый комплекс. Данный проект еще в мае выносился на обсуждение градостроительного совета города, но тогда одобрения не получил. В частности, потому что это нарушит целостность площади и усложнит транспортную ситуацию. В качестве альтернативы предложили пространство между ЦУМом и гостиницей. Тем не менее, заказчик подготовил рабочий проект здания перед гостиницей и обратился за разрешением на строительство. По словам Баженко, власти разрешение дали. И вот почему. Увы, согласно нашему земельному и городостроительному кодексу, предприниматель имеет право просить такое разрешение, поскольку земля уже предоставлена ему в аренду. Поэтому комитет вынужден был выдать ему этот документ. Сейчас детали работ надежно скрыты от глаз барнаульцев за высоким забором. По словам застройщика, здесь планируют разместить кафе, но какое именно, пока неизвестно. Согласно паспорту объекта, увидеть результаты работ барнаульцы смогут уже в декабре. В воскресенье – профессиональный праздник строителей. Впервые его отметили в 1956 году. Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня Строителя, дошли и до наших дней. И сейчас выбирают лучших представителей профессии и награждают лучших за добросовестный труд. Сегодня в мастерстве соревновались каменщики и штукатуры. Наша съемочная группа наблюдала за конкурсом. Более 30 метров над землей открывается потрясающий вид на город. Возникает чувство страха, а вместе с ним и восторг. Именно отсюда, с высоты 12 этажа, пока еще не достроены 16-ти этажки, понимаешь – у барнаула есть будущее. Его строят простые люди труда. С испачканными в растворе, но золотыми руками. Уже не первый год, накануне их профессионального праздника, выявляют лучшего среди строителей. Участников всего 8. 4 штукатуры, 4 каменщика. Но каменщики у нас работают с подсобниками, то есть помогают им подавать кирпичи и все прочее. Так уж сложилось, что в строительной отрасли очень много династий. Евгений сразу после школы пошел на стройку по стопам родителей. Говорит, свою профессию очень любит, гордится возведенными городскими объектами и пока только мечтает построить свой собственный дом для жены и сына. Участвовать в городском конкурсе согласился скорее ради любопытства, а не для проверки мастерства. Ведь задание, по мнению Евгения, очень простое. Необходимо сложить наружную стену, ловкость рук и никаких секретов. Почерк у каждого строителя свой, ну, относительно как почерк у людей письменный, так же и качество кладки. Ну, то есть я могу узнать стену своего товарища, который рядом со мной работает. Вот так вот. Уже через пару часов комиссия оценила работу конкурсантов. Качество и аккуратность строители вновь разъехались по своим объектам. Награждать победителей будут позже в торжественной обстановке. Ну, а сегодня, в преддверии профессионального праздника, в администрации города 60 представителей отрасли получили почетные грамоты и подарки. За многолетний и добросовестный труд. За преданность делу. Я вас, говорю, вам пожелаю всем успехов, здоровья, удачи. И пусть этот праздник будет для вас очередным таким признанием вашей благородной, очень нужной профессии. Елена Хузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Гость нашей студии сегодня известный строитель, руководитель компании «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин. Здравствуйте. Добрый день. Знаю, что вы всегда поощряете своих сотрудников за хорошую работу не только грамотами, но и путевками в Турцию и Таиланд. Эта практика по-прежнему есть на вашем предприятии? Да, мы ничего не меняем. Есть определенный выстроенный плановый алгоритм, поэтому люди, которые в прошлом году получили номинации на нашем предприятии, они поедут не столько много, как в предыдущие годы, но все равно поедут. Зимой вы говорили о проекте тоннеля под железнодорожными путями в районе вокзала, который должен избавить Барнаул от пробок. На каком этапе сейчас реализация этого проекта? Потому что мы знаем, вы обращались к краевым властям и вроде бы как получали добротних. Да, действительно, работа была проведена большая. Архитектурная и строительная общественность занималась этим вопросом, считают его очень нужным. Встречи состоялись на самом высоком уровне, поручения даны. Реализация их на сегодняшний день, мне неизвестен темп ее реализации, но то, что движение в этом направлении есть, это так. Каких-то сроков вообще пока невозможно ставить? Ну, вы знаете, проект очень серьезный, поэтому говорить о сроках сегодня в этой ситуации, наверное, сложно. Ну, хоть будет тоннель? Я надеюсь, да. О кризисе стали говорить меньше, но ни для кого не секрет, что он коснулся все сферы жизнедеятельности, в том числе и строительной отрасли. Так вот, как в связи с кризисом у вас обстоят дела? Ведь покупать жилье стали гораздо меньше. Ну, вы знаете, мы планируем работу своего предприятия, поэтому я могу сказать одно. Мы планы по продаж выполняем и чуть-чуть даже перевыполняем. Поэтому у нас ситуация стабильная, спокойная, и мы даже подумаем о том, как увеличить объем производства. С чем это связано? Были накоплены какие-то запасы или просто правильно простроен процесс работы? Нет, зачем. Дело не в запасах, дело в том, что есть определенный уже имидж организации, ведь людям нужны гарантии для того, чтобы они спокойно могли кому-то доверить деньги. Мне кажется, мы та организация, которой можно это сделать. Планируете ли вы принять участие в программе «Жилье для российской семьи»? Ведь уже известно, что и «Стройгаз», и «Барнаукобстрой» к этой программе присоединились, и они будут строить жилье по фиксированной стоимости 35 тысяч за квадратный метр. 35 – нормальная для нас цена, поэтому я считаю, что мы вполне можем участвовать в этой программе. Ну и в завершении нашей с вами беседы наверняка у вас есть что сказать вашим коллегам накануне профессионального праздника. Да, конечно. Строители – это очень своеобразные люди. Сегодня, когда мы занимаемся многими отраслями производства, это абсолютно понятно. Поэтому я с удовольствием хочу поздравить всех коллег, субподрядчиков. Действительно, объект – это плод такого коллективного труда, и беззаимного уважения он не может просто состояться. Поэтому я, конечно же, от души поздравляю коллектив нашего предприятия, всех субподрядчиков, всех коллег с прекрасным праздником. Вообще-то, строители все. Так уж если разобраться, все строители. Поэтому я всех поздравляю с Днем Строителей и желаю всем удачи и успехов. Спасибо вам за встречу. С наступающим праздником. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии – известный строитель, руководитель компании «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин. Среди государственных вузов края самый большой конкурс – 65 человек на место – в этом году был в Медицинском университете направления педиатрия. Накануне высшие школы региона опубликовали списки абитуриентов, которых они зачислили в первую волну. 7 августа пройдет второй этап зачисления, но уже сегодня 80% всех бюджетных мест заняты. Об этом не только расскажет Ольга Калачева в обзоре новостей социальной сферы. В Техническом университете самый большой конкурс был на направлении «Экономическая безопасность» – в классическом, на менеджменте, в педагогическом, на историческом факультете. Но бесспорно явным фаворитом в этом рейтинге стал медицинский. Кстати, во вторую волну этот вуз может принять всего 20 ребят, в то время как все остальные – технические, классические и педагогические – планируют зачислить в 5, а то и в 10 раз больше. Явные сложности в этом году испытывали те вузы, где требовались результаты ЕГЭ по профильной математике. Многие школьники сдали ее неважно. Поэтому вузы по-прежнему ждут на эти направления подготовки всех желающих. Приносите оригиналы. Тем временем желающие приобрести проездной билет на электротранспорт – добро пожаловать в кассы города. После многочисленных обращений граждан в Барнауле возобновили продажу проездных. К слову, ежемесячно их покупают от 5 до 6 тысяч гаражан. Сейчас продают билеты на август. Продавцы говорят, они расходятся подобно горячим пирожкам в обеденное время. Стоимость людей не смущает. Ведь она подросла всего на 100 рублей по сравнению с июньской. Больше, конечно, женщины. Женщины такого возраста до 55 лет, конечно. И молодые берут. А когда начнут продавать сейчас школьные и студенческие, больше берут для учащихся и для студентов. Студенческие дилеты. Лишь каждый десятый родитель покупает школьную форму местных производителей. Сегодня в Барнауле открылся оптово-розничный центр школьной и офисной одежды, который собрал на одной площадке более 10 швейных и трикотажных фабрик региона. Центр готов разместить одежду и других алтайских предприятий. Главное условие, чтобы она была качественной и доступной. В связи с кризисом на предприятии, конечно, появляется больше заказов, потому что уходит иностранный производитель. Ориентация идет сейчас именно на наше отечественное. Работаем непосредственно с производителями тканей, что помогает снизить стоимость продукции. И, конечно же, что это приемлемо для родителей становится. Самая дешевая рубашка на мальчика обойдется в 599 рублей, а юбка для девочки в 660. Одеть ребенка с ног до головы стоит около 4000. Главный упор отечественные производители делают на качество. Вся продукция соответствует стандартам ГОСТа. Однако производственные мощности алтайских швейных фабрик загружены лишь на 10%. Из-за того, что наши родительские советы школы и персонал школы административный не проводят необходимую работу, да и наши швейники тоже, я их не хвалю в этом смысле, недостаточно активны по продвижению своей продукции, мы на все количество школьников, которые приближаются сегодня к 200 тысячам человек, шьем в Алтайском крае только 20 тысяч комплектов школьной одежды. Реализуем, вернее. А шить могли бы на всех. Ольга Калачева, Александр Морозов, информационный канал, город. Почти половина россиян высказывается за цензуру в интернете. В опросе приняли участие совершеннолетние жители 42 регионов страны. Только 11% опрошенных считают, что интернет должен быть свободен от цензуры. Противоположное мнение высказали 49% респондентов. Некоторые посчитали уместной цензурой в отношении определенного контента. К примеру, выступали за то, чтобы власти регулировали материалы, вызывающие расовую и национальную вражду. Публикации, защищенные авторским правом, зарубежные сайты. 59% заявили, что государство должно блокировать порно-сайты, а 46% опрошенных призвали контролировать группы в соцсетях, где содержится информация об антиправительственных протестах. А считают ли уместной цензуру в интернете барнаульцы, выясняли мы сегодня. Конечно, нужна. Мне очень приятно, когда повсюду какие-то матерки или порнографии дети заходят. Как бы не очень приятно. Мне не хотелось бы, чтобы в сетях публиковалась информация откровенно националистического характера. Ой, я этим не увлекаюсь и вообще не знаю. Я считаю, что везде цензура нужна. А что нужно запретить там или ограничить? Злые фильмы на селе. Все вот это нужно запретить. И очень-очень строго все это контролировать. Не должно быть никакой цензуры. Ну, каждый вправе то, что пользоваться тем, что хочет. Поэтому каждый выбирает свое общение. Я если не хочу, я никогда не буду читать то, чего я не хочу. Есть такая категория, которая, так сказать, еще не обдуманно заходят на эти сайты. Поэтому эти сайты должны быть ограничены в плане доступа. У меня как-то фиолетово. Я могу жить и с ней, без нее. Пой, танцуй, читай стихи или прозы. Говори, что хочешь. Самовыражайся в одном из барнаульских антикафе. Сегодня прошел вечер под названием «Свободный микрофон». Его особенность в том, что мероприятие рассчитано не на взрослых, как обычно, а на детей. По словам организаторов, это крайне важно давать ребятам школьного возраста место и время для самовыражения. Ведь в школе или в одворении все смогут понять тягу к пению или сочинительству стихов, а здесь и выслушают, и по-доброму покритикуют, и посоветуют. Если свободные микрофоны для взрослых здесь проводятся уже почти год, то для детей он в новинку. Организаторы уверены, все только начинается. Причем многие дети приходят на выступления вместе с родителями. И особенно, когда дети с родителями выступают. Это является таким дополнительным фактором, что ли, объединения внутри семьи. Родители участвуют непосредственно в подготовке каких-то творческих номеров. Они вместе придумывают, что там рассказать или спеть. И это очень так мотивирует и вдохновляет. Хоккейный клуб «Алтай» и волейбольный университет приступили к активным тренировкам. Так сказать, делают первые шаги на тропе войны предстоящего сезона. А вот Бурнаульская «Динамо» по ней уже вовсю идет, хоть и оступается, но в верном направлении. Далее спортивный обзор рассказывает Михаил Ширин. С 3 августа бороздят коньками лед Краевого дворца спорта хоккеисты «Алтая». Это, напомню, основная наша хоккейная команда на предстоящий сезон. Алтайские «Беркуты» не выдержали экзамен посещаемостью матчей и улетели в историю. «Алтай» будет играть в высшей хоккейной лиге. Сейчас в его списочном составе 31 игрок. После недели тренировок на льду в предстоящие выходные «Алтай» отправится в Красноярск, где 8 и 9 августа сыграет с местными красноярскими рысями. Не отстают от ледовых рыцарей подопечные Ивана Воронкова. Они тренируются на стадионе «Лабиринт», где и будет проходить первый предсезонный сбор, посвященный общей физической подготовке. В межсезонье университет покинули Сергей Гаштольд, Павел Ремпель и Евгений Хрещук. Из новичков к работе привлечен доигровщик из молодежной команды Андрей Бобров. Вовсю применяет знания, полученные на тренировках барнаульская «Динамо». Завтра вечером команда встречается со своим принципиальным соперником по кубковым матчам – футбольным клубом «Новокузнецк». Напомню, что переодевшись в новую форму барнаульской команде удалось прервать серию поражений. Прошедшее воскресенье в рамках первенства России впервые в сезоне она выиграла на родном стадионе у команды «Читы» со счетом 1-0. А в кубковых матчах и того раньше – 27 июля на выезде «Динамо» обыграла Омский «Ртыш» 2-1. Пока в турнирной таблице «Кубка России» по футболу «Динамо» уверенно занимает третье место, пропустив вперед Белогорск и своего сегодняшнего соперника – ФК «Новокузнецк». тем интереснее будет встреча. Напомню, что начнется она на стадионе «Динамо» в 18.30 по местному времени. Михаил Ширин, информационный канал «Город». Все на пробежку, а работа подождет. В Барнауле все большую популярность набирает так называемая корпоративная зарядка. Когда сотрудники одного предприятия организованно приезжают с утра на стадион и занимаются там спортом в свое удовольствие. Не можете бегать – ходите. Не хотите ходить – подтягивайтесь. Такие общие зарядки на Западе давно часть корпоративной культуры, но в краевой столице мода на них пошла недавно. Люди добровольно съезжаются рано утром, чтобы побегать и попрыгать под руководством любимого начальника. Участие в зарядке исключительно добровольное. Наравне с руководством попробовать свои силы могут новички и стажеры. По данным Комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула, сегодня здоровому образу жизни на барнаульских предприятиях уделяют время почти 20 тысяч человек. Это те, кто участвует в различных спортивных соревнованиях, кубках и состязаниях на призы города и края. В различных ассоциациях, в различных турнирах в городе Барнауле, по тому же мини-футболу, участвуют больше 200 команд. И в основной массе этих команд именно корпоративные команды, которые носят название своего учреждения, своего предприятия. И это очень здорово. И о погоде в четверг в Барнауле облачно с прояснениями ночью от 14 до 16, днем от 24 до 26 выше нуля. Это все на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова